Девушки отдыхают 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 И сделает миссию гораздо более интересной, запоминающейся. Кроме того, что в миссии будут новые враги, новые интересные геймплейные ситуации в совокупности с новым ведущим. И с лорными событиями этой миссии она обещает быть очень интересной и обеспечит переход к следующей очень большой, грандиозной, интересной миссии. Привет, ребята! Последней нашей ПВ-миссией, как вы помните, была миссия «Ледокол». Мы обратили внимание на то, что игрокам очень понравилось, что миссия была посвящена не только тому, чтобы убивать как можно больше врагов, но и то, что мы достаточно много сил и внимания уделили тому, чтобы познакомить вас, игроков, как можно более детально со вселенной игры Warface, скрасить его какими-то эмоциональными моментами, показать вещи, которые вы видите каждый день, такие как полигон, на котором вы стреляете. В общем, сделать миссию не только про стрельбу, но еще и про какую-то историю, про что-то эмоциональное, глубокое, что происходит в нашей вселенной. Мы решили, что это тот формат, который вам очень интересен. Мы посмотрели отзывы на форумах, отзывы ютюберов и поняли, что это то, что нам надо делать отныне. То есть делать не только ПВ-миссии, в которых вы ходите и убиваете много-много врагов, но и миссии, в которых вы узнаете что-то новое о персонажах из игры Warface, о том, что происходит между Warface и Blackwood, и о том, как развиваются события в нашей вселенной. Для того, чтобы продолжить создавать для вас такие миссии, мы решили в первую очередь закрыть один небольшой должок, который остался у нас с прошлого года. Если вы помните очень интересную и эпичную миссию Анубис, закончилась она достаточно интересным образом, так сказать, немножко повисла в воздухе концовка, и мы решили, что как раз вот продолжить эту миссию именно с этого момента и рассказать вам, что же дальше произошло с бойцами Warface, которые привели эту операцию, было бы очень интересно. Мы очень хотим рассказать, что же случилось дальше, там действительно есть что рассказать. Мы хотим, не буду палить вам секреты, но, скажем так, закрыть одну из давних тем Warface, поставить на ней точку и перейти к следующей фазе, можно так сказать, бойцов Blackwood, с которыми вам в дальнейшем придется встречаться. В новой спецоперации наша команда решила продолжить историю отряда Warface, который занимался ликвидацией лаборатории Blackwood по производству киборгов в Африке. В этой спецоперации вы наконец-то узнаете, что же случилось с отрядом Warface и через какие сложности им придется пройти, чтобы вернуться с миссией живым. Так как новая спецоперация является прямым продолжением миссии Анубис, крайне рекомендую пройти ее тем игрокам, которые ее еще не прошли. Во время создания новой спецоперации мы хотели показать игрокам новые локации, а также новые геймплейные решения, отличные от первой миссии в Анубис. Например, в одном месте игрокам придется передвигаться между динамически меняющимися освещенными территориями, чтобы избежать опасности киборгов. Сама же миссия разделена на четыре части. В самой первой части вы увидите последний момент миссии Анубис, и это, собственно, соединительные миссии воедино. Во второй части вы прогуляетесь по песчаным дюнам и ночному оазису. В третьей части вы посетите древние руины, а в самой последней, четвертой, в полной мере оцените нового киборга Blackwood. Хочу подлить еще немножечко масла в костер интриги и заинтриговать вас еще одним интересным любознательным фактом. В этой миссии у вас будет очень неожиданный командир, который будет отдавать вам приказы, и вам придется им, хотите вы того или нет, следовать. Это получше познакомит вас с персонажами игры Warface и сделает миссию гораздо более интересной, запоминающейся. Кроме того, что в миссии будут новые враги, новые интересные геймплейные ситуации в совокупности с новым ведущим и с лорными событиями этой миссии, она обещает быть очень интересной и обеспечит переход к следующей очень большой, грандиозной, интересной миссии. Спецоперация «Затмение» — это очень сложная миссия и интересная, и награды должны быть соответствующими. И мы решили расширить сет оружия Анубис новыми стволами. Мы обратили внимание на пушки из категории «Варбаксы на время», и в награду вы сможете получить такие пушки, как пистолет Вальтер П-99, штурмовая винтовка МСБ Срадон, снайперская винтовка Орсис Т-5000, пистолет-пулемет ПП-2000 и дробовик Веном. Также мы решили не ограничиваться одними скинами, а создать уникальные Анубис-версии этого оружия. Это коснется как и новых пушек, так и старых пушек, которые можно было получить на первом Анубисе. Что самое главное прикольное, теперь при убийстве из этого оружия можно будет получить очень красивые достижения за 15 тысяч убийств. И раз я уже начал рассказывать про достижения, я расскажу про достижения, которые можно будет получить на самой миссии. На новой спецоперации затмения вы встретите зомби, а как известно, наилучшими помощниками при борьбе с зомби является коронное золотое оружие. Поэтому мы создали два новых достижения, которые можно будет получить, убивая противников на этой миссии из золотого оружия из коронного оружия. Также будут стандартные достижения за прохождение миссии на легком, среднем и тяжелом уровне сложности и очень красивые страйпы, на которых будут изображены египетские божества, которые можно будет получить, просто убивая противников каждым классом на сложной миссии. Ну а начинается наша спецпрация, в окончании спецпрации Аннубис. Нас забирает машина, после чего мы едем, скажем так, на нашу эвакуацию. Но не тут-то было, из-за бури мы теряем связь с нашим главнокомандующим и нас перехватывает Аберон Уайт. Он говорит нам то, что мы нужны ему для какого-то своего плана и то, что он нас вытащит из этой бури. Мы не даем зомби попасть к нам в машину и продвигаемся дальше. Также не стоит не заоценивать штурмовиков, которые находятся справа и слева. Если их не убивать, то они нанесут непоправимый урон нашей команде. Ну а мы переходим дальше. В бури наша машина выходит из строя и мы оказываемся посреди пустыни. Аберон дает нам чуткое руководство идти по следам файеров, которые приведут нас к бункеру Блэку. Но будьте осторожны, в тиме скрывается враг и вам необходимо его ликвидировать. В принципе, недовольно-таки легкий этап. Все, что вы делаете, это держитесь вместе и старайтесь стрелять по головам зомби, которые будут к вам прилетать. Пробиваемся через данные этапы, скажем так, файеры и проходим дальше на холм. С этого же холма вас встречают бойцы Блэку, а именно штурмовики, гранатометчики и элитные снайперы Блэку. Вы должны аккуратно через них прорваться. Кстати, небольшой лайфхак. Боты на затмении не видят через дым, и вы можете бросить одну слепу или же один дым на ботов и пробежать данную волну, скипнув данных ботов, чтобы не сидеть и их не отстреливать. Если кто-то не знал, пользуйтесь. Ну а мы переходим в бункер. В принципе, бункер довольно-таки сложное препятствие для игроков, которые не знают, как его проходить. А проходит он довольно-таки просто. В принципе, есть несколько вариантов. В бункере спаунятся у нас дурели, мурены, кобры, затем скалопендры, ну а та же каже пачки ботов. В принципе, оно проходит по-разному. Вы можете сесть как два человека за баррикаду, она появляется с той стороны, в которой появляются дурели. Если что, дурели обозначаются красными огоньками. Там, где они обозначались, обозначились там будут дурели. Этим мы пользуемся. Вы можете также обойти дурели сзади и зажать их в спину в слабое место для быстрого уничтожения. Ну или же другие ваши союзники смотрят ботов, которые вылазят, ну а вы сносите дурели в пиктель. То есть, локация довольно-таки легкая и проходится довольно-таки быстро. В принципе, этапы за деревней тоже довольно-таки легкие. Вы просто-напросто сидите все вместе и отстреливаете ботов, которые прут на вас. Сидеть вам хорошо поможет золотое оружие или же оружие серии каратель, которое имеет повышенный урон по зомби. И кстати, если хотите полегче проходить, становимся вот за такой вот ежик и просто-напросто через него отстреливаем ботов. Спецслуха устроена так, то, что боты, если вас не видят или же вы в недостигаемости, они просто багаются и стоят или же ищут путь к вам. И из этого они тупят. И вы можете вот так у себя выиграть время. А так пробегаем и отстреливаем данную, скажем так, локацию и приходим в деревню. В принципе, в самой деревне мы делаем то же самое. Активировали волну, отбежали назад, отстреляли. Если идете неслаженной командой, то лучше пускай один человек активирует волну, а остальные все отстреливают ботов. Локация довольно-таки нетрудная, просто-напросто не спешим и быстренько отстреливаем всех ботов. Но в этой деревне у нас имеются несколько или пасхалок, или же продвижение сюжета. Решайте сами. Например, в вот таком вот домике у нас имеется солдат отряда Ледяной Пик. Я надеюсь, вам видно. Ну, если что, запустите сами и посмотрите. Честно, я не знаю, это пасхалка или нет, но если пострелять в голову, то идет кровь, а если в тело, то, ну, я думаю, вы поняли, что. Просто прах. Вот такой вот у нас солдат Ледяного Пика сидит в домике, и будут они еще дальше. И честно, я не знаю, к чему это переписывать. Можете написать свое мнение в комментариях. Также вот в этих вот кувшинах у нас имеются грекуны. Если вы их разобьете, то вылетит грекун и победит на вас. Я думаю, об этом знали многие, но сказать об этом я не мог. Дальше у нас идет тоже довольно-таки легкая локация с водопадом. Тут тоже ничего трудного, просто-напросто аккуратненько идете, активируете волну и отстреливаете ботов. Первую волну, кстати говоря, я могу вам порекомендовать залезть вот на этот камень и с него уже отстрелять все волны. Кстати, аккуратно, мины, будьте аккуратны. Что касается этапа вот такого вот в виде арены, где на вас крутят штурмовики и элитные снайперы. Опять же повторюсь, боты не видят через дым. Вы можете кинуть под себя дым, немного выйти из дыма и отстрелять всех ботов, которые вас банально не видят. Ну или же вариант второй. Вы садитесь до БТР, который находится слева при входе на эту локацию и также в пикселя отстреливаете ботов. Довольно-таки ничего сложного и очень простой этап. А мы идем дальше. Как только вы прошли данный этап, вы выходите в лес, который заминирован, так что будьте аккуратны. Кстати, видите вертушку, которая пролетела и кинула фаера в левый угол? Бегим туда. Там у нас находится пещера с бойцами ледяного пика. Опять же, не знаю, пасхалка или нет, но скорее всего ребята пытались уйти от орды зомби, но потерпели поражение и оставили свои записки по поводу того, что они нашли. Увы, но они мертвы и мы им уже ничем не сможем помочь. Кстати, из-за интересного факта, если стрельнуть в голову им, то у вас на экране вот такая вот кровь появится. Это, кстати говоря, было раньше, как при убийстве обычных ботов, но это убрали, но видно, остались как пасхалку. Очень жаль парней, они явно хотели нам что-то важное доказать, ну а что написано на данных листах бумаги, увы, расшифровать не удалось. А так, довольно-таки интересная пещера, можете сюда залезть и спокойно отстреляться от зомби. Ну а так, в принципе, опять же, этап довольно-таки легкий. Потихоньку идем, активируем зомби и отстреливаем их. Только будьте внимательны, этап заминирован. А мы переходим в руины. Как только вы вошли в руины, один игрок может пробежать вот так вот и занять позицию на камне, как показано на геймплее. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы боты забагались, застопились, то есть решайте сами. Опять же, объясняю приколдес, боты вас как бы не видят, или вы в зоне недостигаемости, и по скрипту они просто будут стоять. И из-за того, что вы находитесь на этом камне, как бы в зоне недостигаемости, они будут тупо стоять. Если что, это не только в соло, это и в пятером работает, поэтому пользуйтесь. Боты будут тупо стоять, вы их можете быстренько пересчитать по головам и пройти дальше. После того, как мы отстреляли данных зомби, мы активируем вторую волну руин и отстреливаем ее. Также, ничего трудного, активировали волну, отбежали, отстреляли. После этого мы продвигаемся дальше, уничтожая на своем пути мины. И здесь солдаты Блэквуд думали, что к ним пришла подмога, но не тут-то было, это Варфейс. Они попытаются на нас напасть и убить, но мы сильнее убиваем штурмовиков, после чего убиваем палочников и проходим дальше к нашей первой Энигме. В принципе, этап не сказать, что прям сложный, и здесь много вариантов прохождения. У нас, кстати, выпадает вот такой вот Крикун, если что, его можно не убивать, просто пробежав вот так, и это будет послушный песик, который к нам, увы-увы, уже никак не проникнет. А так, все садимся в один угол и зажимаем нашу Энигму все в голову. Кто-то стреляет ботов, кто-то зажимает Энигму. В принципе, ничего трудного. Ну, здесь я не мог не поиздеваться над этим засранцем, который меня просто бесил всю игру. В принципе, можете его подразнить, поставить, он все равно к вам не пройдет, но урон вам наносить может, поэтому будьте аккуратны, а мы идем дальше. Спрыгиваем в яму, которая открылась, и здесь, кстати, есть небольшая пасхалка с отпечатком пальца на двери. Возможно, кто-то пытался туда войти, но не смог, ведь дверь заблокирована, и его убили зомби. Убиваем зомбей и проходим наверх. Здесь, кстати, тоже есть такая вот фигня, как я вам показывал с багом. Вы должны, ну, можете этих ботов, во-первых, не убивать, то есть вы залезаете на правую сторону и пробегаете сюда, вот как показано на геймплей, становитесь вот на эту деревяшку. После чего убиваем ботов, которые нам мешают, и вуаля, боты, опять же, зависают. И благодаря этому вы сможете спокойненько их убивать, вообще не парясь. Это, если что, полезно для тех, кто ходит в затмении в соло, или же, допустим, вся тима на профи слилась, да, а вы остались один. Вот так вот багайте ботов просто и быстренько их убивайте, ничего трудного. После чего появляется активация, мы активируем, после чего активируем вторую активацию и проходим дальше вглубь комплекса. И да, кстати, если хотите отдельный ролик по затмению, где я покажу все пасхалки, баги, да и вообще полностью разберем спецпирацию на баги, фишки и все такое, то напишите в комментах, если вам этот формат зайдет, я вам сделаю данную фигню. А так отстреливаем ботов и активируем, после чего идем дальше. На этом этапе, кстати, тоже есть такой баг, вы пробегаете по лестнице и вот сюда вот с левой стороны запрыгиваете на подъемник, лишусь за херотень. Просто-напросто садитесь и боты абсолютно так же зависают. Будь вы там пятером, в одного-то и встанут и будут стоять. Потому что банально вы не в зоне достигаемости этих дебилоидов. Также можете спокойно отстрелять всех ботов, появятся активации. И, кстати говоря, вот эту вот правую активацию, которая находится от меня, вы можете не активировать. Можете просто отстрелять всех ботов и активировать только левую дальнюю активацию. А правую можете не трогать. Скрипт сработает так, что вы можете, скажем так, только дальнюю активацию слева активировать и все. То есть вы ее активируете и проходите дальше. Правую не обязательно. А так отстреливаем остатки ботов, активируем и переходим на заключительный этап. Вот у нас начался последний заключающий этап и нас встречает сразу же минное поле. Будьте аккуратны, сильно не спешите, уничтожайте мины и проходите дальше. Этап довольно-таки легкий на данный момент, поэтому зацикливаться на нем не будем. Просто скажу, что идите аккуратно, убивайте ботов и уничтожайте мины, а мы встретимся уже наверху. Итак, здесь нас встречат палочники, солдаты и элитные снайпера. Этап довольно-таки простой, вы можете встать возле этой машины или за какие-либо баррикады и отстреливать ботов. Ну или же один человек может пробежать туда, куда я, вот сюда вот к сетке портала и уже отсюда уничтожать всех ботов в спину по головам. В принципе, ничего трудного, сначала будет две волны палок, потом две или три волны солдат со снайперами, после чего появится мамонтенок и щитоносцы. Уничтожаем мамонтенка, убиваем трех щитов и проходим на винтокрыло. Разбирать, как винтокрыло сливать, я думаю, не буду, ну потому что у нас банально ролик не по тактику прохождения, а банально по самой спецсухе. В любом случае, я все подробно разберу в следующем ролике, именно по тактикам, если вам это нужно будет. В принципе, как только вы снесете данного винтокрыла, появится несколько волн ботов. Но это если вы идете там на легкой или с ложки и не снимали бота. Если же вы шли на профи, то вы, скорее всего, отстреляли всех ботов и прошли дальше. Также есть скип с вертолетом, что его нафиг можно скипнуть и пройти дальше. Но это опять же все в другом ролике, чтобы не засорять тут. После того, как мы слили винтокрыло, Блэквуд начинает работать по своей же базе, чтобы уничтожить и нас, и свою базу. Но мы не растерялись, мы спрыгиваем вниз, уничтожаем ботов и нас встречают новые киборги Блэквуда, Энигмы. С одним из них мы уже встретились в начале игры, благополучно уничтожив эту консервную банку. Ну и теперь нам предстоит взорвать еще несколько киборгов Блэквуд. На данном этапе у нас будет несколько волн, а именно сначала волны с Энигмами, затем боты. Затем опять боты, 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 Энигмы и Энигмы. В принципе, этап довольно-таки простой. Кстати, они, если что, багаются. Давайте расскажу как. Итак, вы, как только, короче, она упала, подбегаете впритык и нажимаете Ctrl и идете назад. Она идет за вами, вы можете ее у нее спокойно в прицеле лупить, она вас не убьет. Вот, я думаю, понятно объяснил, но в любом случае в отдельном ролике все нормально покажу. И также можете вот таким вот образом просто их загреть двоих и вводить возле этого ящика, при этом убивая их в голову. Они настолько тупые, что банально мало того, что у них баганные анимации, по-моему, не попадут, так и стрелять, по-моему, не могут. Ну ладно, я на этом зацикливаться не буду, просто быстренько пролетим, что на этом этапе будут волны, химеры, химеры, боты и так далее. В принципе, этап легкий, не будем на нем зацикливаться, но самое интересное нас ждет в конце. Как только у вас появилась свободная минутка, мы можем подойти вот к этой вот левой двери ангар, ну или справа, кому как уже там удобнее подходим. И что мы не видим? Ну, во-первых, это уточка снайпера на машине, да, просто милота. Ну, а также несколько солдат Блэквуд, а именно Энигму. В принципе, это намек на продолжение и то, что встреча с Блэквуд у нас еще состоится. Ну и давайте рассмотрим с вами достижения, которые можно получить за данную спецоперацию. Вот такие вот достиги можно получить за прохождение на разных уровнях сложности и так далее. Ну и за спецуху нам, кстати, добавили коллекционные карточки, забрав которые, вы тоже можете получить достижения. Если что, вот условия получения этих самых карточек за затмение. Ну и вот само достижение, которое вы можете получить, собрав все данные карточки. Что касается врагов, также в формате я вам представлю врагов и их описание можете почитать кому интересно. Но мы с вами поговорим насчет спецухи. В принципе, спецуха, честно говоря, неинтересная, банальная, скучная, обычный коридор ботов. Как только она вышла на ПТС, ее мало кто катал, именно из-за того, что она скучная. Ну и сейчас она остается такой. Просто сходить на короны максимум и все. В принципе, раньше ее ходили, да и просто проход довольно-таки легкий. Берете каратель и спокойно проходите. Тем более, что она закрывается вдвоем, втроем вообще на изи просто. Не говоря уже о соло проходе. В пять карателей уж подавно. Я думаю, что все-таки сделаю видос по теме, как пройти данную спецуху. Прям вообще легко, где я покажу баги, скипы, фишки и так далее и тому подобное. Чтобы абсолютно все смогли ее на изи пройти. Ну и, кстати говоря, я не все пасхалки сюда добавил. Добавил только по сюжету. Там еще есть уточки много и так далее. Но и грану в конце можно взять с помощью перекида. Ну, в принципе, если нужно, я в отдельном ролике могу вам все это дело рассказать, показать. Вмески с подробнейшим, скажем так, тактикой прохождения каждого этапа. Ну, ладно, давайте посмотрим награды за данную спецуху. На уровне сложности легко. Вот такие вот награды, в принципе, такое себе. Ну, чего я ждал от легкой. Легкая вообще пролетается на раз-два. Хоть в соло, хоть в рандоме. То есть вообще на изи пролетается. Но я считаю, что можно было бы добавить какой-нибудь сюда камуфляж. Там на Вальтер или на Кольца Анубиса засунуть просто как подарок за проход. В принципе, раз награды все равно полная гава. За сложку же мы получаем вот такие вот награды. Опять же, на опыт мы смотреть не будем. Это уже понятно, что полная фигня даваться будет. А вот в плане наград уже поинтереснее. Мы можем получить с вами Вальтер Анубис. Именно камуфляж на него. Ну, или же просто Вальтер Анубис на один день. И, честно, ну, такое себе, ну, вообще для сложки камуфляж на пистолет я считаю нормальным. Потому что спецлуха реально легкая и ничего такого трудного, чтобы пройти сложку. Даже в рандоме нету. Поэтому я считаю, награда, да, хоть и недостойна, но, в принципе, это лучше, чем ничего. За проход на уровне сложенский профи мы получаем 320 корон. Довольно-таки, кстати, неплохо. Короны берутся легко, чисто идем, стреляем в голову. Да и время даже легко берется, 40 минут, как-никак. Вот, в принципе, довольно-таки легко берутся 320 корон. По наградам это у нас камуфляжи на основное оружие. Честно, уже устаревшие, и я бы их поменял. Не убирал бы прям камуфляжи именно, ну, не вырезал, а добавил бы к ним еще что-нибудь. Например, серию Анубис пушек навсегда. То есть не камуфляжи с именами, а оружие. Да, устаревшее, но это ведь лучше, чем ничего. Вдруг игроки достижения набьют. Я думаю, было бы приятно. Ну, а так, награды, опять же, смотрите и думайте сами, стоит идти или нет. Но я лично вам советую пойти ради корон. Хотя бы раз в день проходите ее. Она легкая, даже на уровне сложности профи. Просто на короны пройдите и все. Субтитры сделал DimaTorzok